Ребята, всем привет! С вами Вика. Я живу 19 лет в Германии, о том и рассказываю, начиная свой новый влог. Надеюсь воскресный. У нас ужасная погода, и мы едем закупаться. У общем, нужно закупиться, потому что холодильник пустой, а завтра ничего не работает. А еще хочу заехать в экшен и купить шалет для семян. Я же дачница в этом году. Хотя на даче, вот вообще, как поработать на даче, если постоянно идет дождь, я не знаю, когда это все закончится и прекратится. Ребят, как у вас с погодой в Германии? У нас вообще не хочет устанавливаться. Два дня буквально постояла теплая погода, и все на этом. Все. У всех настроение плохое. Мы в экшен же хотели. Сначала в экшен. Ну ладно, тогда сначала в Кауфлянд. Сдадим бутылки, купим продукты, а потом в экшен. В экшен я вас с собой возьму. Ребята, мы попали. Стоим на въезде в Кауфлянд, в пробке. Вся парковка занята. Вот выезжает машина, заезжает машина. Кошмар. Может, не пойдем сегодня? Может, в Лидл пойдем? Может. Давай, выезжай, наверное, Витя. У меня столько времени реально нет. А что происходит? Праздники только на следующей неделе. Так, мини-закупочка на 150 евро. В легком шоке, Виктория Света Евгеньевна. Но здесь мыльно-рыльное, поэтому все так дорого. В общем, да, у меня скоро будет блок выходных. И я хочу сделать кроссы-пуцу, то есть генеральную уборку. И потихоньку уже покупаю средства. И вообще они у меня просто закончились. Все моющие средства. Что-то вообще так вкусно пахнет, обалдеть. Но он классно отмывает. Вот это взяла новое попробовать. Мистер Пропа. Хочется чего-то нового, чтобы вкусно пахло. Вот. Все вроде бы. В царе, а не герцитроны. Но это на каждый день, ребята. Это я желательно каждый вечер заливать и закрывать крышкой, потому что у нас плохая вода, жесткая, закалькованная. И если так не делать, образуется такой бестыжий рамк в унитазе темного цвета. Вот. Еще взяла стиральный гель, персил. И мой любимый, где я вам его не показала, от Ленот. Обожаю все, что содержит вот этот цветочек. Аметис. Блютенрам. Все очень вкусно пахнет. А я вообще по запахам просто тащусь. Мне нравится лимонный запах. И вот этого цветочка. У меня практически все от этого цветочка. Или с этим цветочком, ребята. Ну, очень вкусно. Салатик на работу взяла. Чипсиками прикрыла. Чипсы не мои. Ну, и вот еще взяла сама. У меня закончилась соль в посудомоечной машине. А это кусочек ингвера. Вот. Вот так вот. Вот. В магазине мне стало немножечко не по себе. Я не люблю, когда сильно много народу. Вот. Особенно, когда мне нужно думать. Тогда у меня эррор какой-то происходит. Ну, благо Витя был рядом. И на кассе уже все. Я все. Вот. Вообще, я смотрю Аннушку из Санкт-Петербурга. И часто вижу, что она заказывает продукты на дом. То есть у них супермаркеты, если я не ошибаюсь. Лента, пятерочка, что-то такое. И можно заказать продукты на дом. Ребята, это я бы первая стояла в очереди на такой сервис. Но, к сожалению, в Германии такого, мне кажется, никогда не будет. Потому что это очень затратно, я думаю. Платить людям, доставщикам, сборщикам. Ну, кто будет ауфтраги собирать. Поэтому это нереалистично. Но было бы вот так круто. Согласитесь со мной? Вы бы пользовались таким сервисом? Я бы точно, да. Хотели сейчас еще в русский магазин заехать. Подъехали. А там ни одного места на парковке нет. В следующий раз, да? Я не знаю, что сегодня случилось. Наверное, предпраздничные закупки, да, все делают. Хотя остро, но у нас только на следующей неделе. Все, можно, короче, эту неделю по магазинам не ходить. Вот, и в экшен мы не успели. Но это я как-нибудь сгоняю на следующей неделе реально. Потому что надо. У меня уже семена проклевываются. Скоро буду высаживать. Вот. Леон, кстати, на этих выходных с папой. Сегодня они в цирк ходили. Молодцы, замечательно. Я рада за него. Особенно, когда я работаю на выходных. Мне очень жаль, если он остается один дома. А тут, в общем, хайлайт. Завтра у него должна быть, должен быть турнир. Но, скорее всего, он не пойдет. Потому что что-то у него после прошлого турнира болит колено. Ну, кто-то нас давно смотрит, знаете, да? У него коленная чашечка вылетает. И он пол турнира играл нормально. А на вторую ему даже как бы шину одели, чтобы он доиграл. Вот. Решили не ходить. В общем, но заранее предупредили, чтобы они нашли ему замену. Поэтому все в порядке. Вот так проходит моя суббота. Лангвайли, погода плохая. Ну, ничего, хоть закупились. Вот сейчас отправляюсь на работу. Сейчас нужно будет быстренько все это разобрать. Время уже пол... Пол второго? Пол третьего. А мне к четырем. Хорошо, что в русский не пошли. Я бы на работу опоздала. Капец. У меня там Эрик из Филадельфии пишет. Ставь будильник на час раньше. Это не срабатывает. Хоть на два часа раньше я все равно прокопаюсь. Последние 10-20 минут я все равно опоздаю. Ну, надо над этим работать, ребята. Я работаю. Вот сейчас хотели еще в экшен заехать. Я говорю, нет, все, давай домой по-быстрому. Чтобы я не опоздала и чтобы меня не уволили. Я стараюсь. Еду на работу. Дождь так и идет. Вернее, не я еду, а меня везут на работу даже сегодня. Что ты мне там хотел дать? Хотя мне что-то всю дорогу хочет дать. Говорит, включай камеру. Мне так любопытно. И что там? Мой озором. Боже мой. Фуй. Вот этот Петрович его зовут. Каждое 1 апреля мы с ним встречаемся. Я про него забываю. Витя, ну почему ты такой, а? Не напишешься. Теперь что мне с ним делать? Петрович на пенсии. А Петрович вверх себе обманули. О, боже мой. Джека обрадуется. Ой, он куда-то... Ну что, ребята, день следующий. В воскресенье все-таки настало. Вчера у меня был очень сложный день на работе. Я очень много ходила, очень много делала. Теперь у меня болит все. А сегодня мне опять на работу. Поэтому я решила, что буду тащиться, лежать в постельке полдня. Но не просто так, а с книжкой. У меня книжка такая интересная. Ребята, сейчас вам покажу. А вам не видно. Пластичность мозга называется. Я вот уже на середине. Очень интересная, нужная книга, на самом деле. Я не помню, в прошлом году я ее покупала. И вот недавно я ее нашла. Думаю, боже мой, я же ее не прочитала. Надо скорее-скорее. На улице погода ужасная стоит до сих пор. Поэтому ничего другого не остается, как читать книгу. Это самое лучшее занятие, которым сейчас можно заниматься. Лежа в постельке, под одеялком. Так хорошо до работы. Хотела с вами поделиться информацией. Насчет чего. Знаете, у меня часто бывает такое. Вот сейчас я просто читаю и получила ответ на свой вопрос. У меня часто бывает, что есть такое выражение. Меня тошнит от этого человека. Я считала это какой-то своей особенностью или какой-то своей странностью, наверное. Это ненормально, что меня тошнит от людей. Но иногда бывает при общении с человеком я чувствую прям, знаете, такой физический дискомфорт, который называется тошнота. И у меня всегда был вопрос, ну почему? Вот вроде бы человек хороший, замечательный, с ним можно общаться. Очень интересный человек. Вот он подходит, и мне плохо. Я не могу понять, почему. И вот сейчас я более-менее нашла ответ. Ну, во-первых, да, я не люблю, когда люди ко мне близко подходят. Вот вы любите, как вы нормально себя чувствуете, когда кто-то к вам приближается и что-то рассказывает вот так на расстоянии 10 сантиметров. Все, меня этот человек отталкивает молниеносно. То есть мне хочется вытянуть руку и сказать, так, стоп, это мое пространство, не подходи ближе. Я хорошо слышу, оттуда я тебя тоже хорошо услышу. Но здесь есть некое объяснение, да, которое я вам сейчас зачитаю. Очень интересное объяснение. Я об этом не задумывалась. Я просто чувствовала, что с человеком что-то не так, и меня на него тошнит, и меня от него тошнит. Я не знаю, ребята. Вот такая вот странность. Сейчас я вам зачитаю. На самом деле, сейчас уже известно, что индивидуальный запах человека, естественный, присущий только ему запах тела, имеет для нас очень важное значение при выборе партнера. То есть здесь говорится о партнере, а я имею в виду в общем, да. На подпороговом уровне неосознанно мы, подобно животным, да, не забываем, что мы все-таки животные, очень хорошо различаем детали запахов. Даже если полагаем, что у нас неважное обоняние. Поэтому мы иногда не понимаем, по каким причинам тот или иной человек, вроде бы достойный и вполне в нашем вкусе, вдруг вызывает у нас отторжение. А другой почему-то дико привлекает. В свете этих открытий, исследователи полагают, что не стоит слишком усердствовать с применением дезодорантов. То есть идти против природы, ведь разочарование в неправильном кавычках. Партнёре всё равно придёт рано или поздно. Но это про выбор партнёра, а я говорю про людей в общем, да. Оказывается, и такое бывает, что мы всё-таки животные, да, об этом не стоит забывать, и мы чувствуем запахи других людей. Поэтому, когда люди ко мне вот так вот приближаются близко, я испытываю сразу дискомфорт. И мне не важно, вкусно от него пахнет или невкусно, я чувствую этот запах, и он входит в моё биополе и нарушает целостность моего биополя, и я чувствую себя незащищённой. Но оказывается, видите, запах тоже имеет большую роль, да, играет большую роль. Вот. По ходу пьесы буду ещё с вами делиться своими наблюдениями. Вы пишите в комментариях, вот некоторые люди даже, когда разговаривают, они хотят телесного контакта. Некоторые вот хлопают по плечу, да, или пытаются взять за руку, или пытаются обнять во время разговора. Для меня это вообще табу полностью. Если я разговариваю с человеком, то позволительно только расстояние вытянутой руки. Я вообще не люблю, когда меня трогают, когда ко мне притрагиваются даже, ну вот вообще альгемайн, да, но только если близкие люди, мне хорошо знакомы, тогда да, я не дикая, да. Но если чужой какой-то человек вот так вот подходит и там начинает меня касаться, всё, меня как будто током ударяет. И я не люблю этого. Мне интересно, я одна такая, или вы тоже такие, или это у всех так. Пишите, мне будет интересно. Так, хотела сделать отчёт для Лены насчёт семян. В общем, смотрите, я всё сделала, как она мне сказала. Значит, я тут накрыла. Смотрите, тут уже проклюнулась. Я вижу, у многих девчонок они уже попересаживали. У меня вот только всё проклюнулось. Смотрите, сколько, сколько у меня будет томатов. Это ужасно. Это не самое страшное. Так, мужское достоинство. Три штучки проклюнулось. Хорошо. Так, ну а здесь, конечно, у меня шок. Я не знаю, как это так произошло. Я буквально вчера только не смотрела. Позавчера я смотрела. Вот этого не было, ребята. Смотрите. Я думаю, что здесь всё уже. Так, это у нас томат. Жёлтый, жёлторозовый. Посмотрите, как он у меня пророс. Я думаю, уже как всё, да? Пропало дело. Я не знаю, что с этим делать. Я вам сейчас приближу. Смотрите, как они выросли. Что это? Вот все, все, смотрите, вот нормально, да? То есть некоторые только проклёвываются. А здесь, здесь они у меня уже даже подняли эти ватки. Эти паццы. И вот они вот в таком состоянии. Их бы уже вчера посадить. А я-то вчера ездила. Я в этом влоге говорила, мы в экшен не попали. У меня нет ни земли. И, блин, вообще, что делать, ребята? Я в шоке. Так жалко. А вдруг это пропадёт? Я не буду поднимать. Я сейчас, наверное, ой, смочу. Мне аж плохо стало. Ой, столько семян. Но не пропадут же они, ребята, если я это посажу завтра. Я завтра с утра встану, поеду, сразу всё куплю. И завтра утром всё это сделаю. Жалко, жалко. Не дай бог это всё у меня пропадёт. Это черри. Черри чёрные. Томат оранжевый. Главное, посмотрите, в одном месте они у меня стояли. Эти только начинают. А эти уже вон выросли как кошмар. Лена, что делать? Вот так вот домашние семена, да, какие? Я в шоке, ребята. Жалко будет, если не получится у меня. Так, ребята, сейчас будет несколько иной формат. Меня попросили рассказать побольше о моей картине. Да, кто знает, я раньше увлекалась живописью. И вот у меня целая коллекция картин, которые нужно продать, отдать, подарить. И там вот ещё. Да, но как-то у меня это всё дело стоит, мне некогда. И вот одна девочка заинтересовалась картиной про белую кошечку. Да, я как-то делала выставку в лесу. Это видео стоит в шапке профиля. Если кому интересно, посмотрите, там есть все эти картины. Так, Джеки! На Джеки будет мой помощник. Вот он бегает здесь, носится. В общем, хочу вам рассказать про эту картину. Как она вообще создавалась. В общем, каждая картина... Я не художник, я нигде не училась. Ну, не считая четырёх лет художественной школы в школе. В школьные времена, да, так скажем. Вот. И рисую я чисто от души и по мотивам, по своим собственным. То есть, эти картины, они как бы именно идут из души. То, что у меня в жизни происходило, я как бы всё отпечатывала на бумаге, да, на холсте. Вот. Что я могу про эту картину рассказать, да? Был такой случай, очень грустный, кстати. На самом деле, очень грустная история была. Мы как-то с Леоном поехали в Казахстан. И, в общем, поехали в гости к моим родителям. Кто не знает, вся моя родня, все они живут в Казахстане. В Германии я одна. И вот Лёвка гулял на улице и прибегает весь в слезах, заплаканный. Я говорю, сына, что случилось? Он говорит, мама, там на улице бедный котёнок, голодный, он плачет. Нам нужно его срочно накормить. Я, значит, собираюсь, быстренько выбегаю. Да, маленькая, беленькая кошечка. Она уже совсем плохенькая, ребята. Прям, мне кажется, жить ей оставалось совсем недолго. В Казахстане есть очень много уличных домашних животных. Люди как бы за этим не следят. В Германии такого абсолютно нет. Здесь все животные кому-то принадлежат. И уличных животных здесь нет. А там, ну, как бы всегда так было и есть. В общем, происходит следующее. Я бегу в магазин, покупаю корм для этой кошечки, водичку. Мы её накормили, напоили. Или он так просил, давай возьмём её себе, давай возьмём. Ну, естественно, я не могла, потому что бабушка у меня уже в возрасте. И, естественно, она бы за этой кошечкой следить не смогла. Это было бы очень тяжело и сложно. Я говорю, сынуля, давай мы её сначала накормим, напоим, а потом решим, что дальше делать. В общем, мы её накормили, напоили. Но там была ребятня. И не знаю, то ли они её замучили, то ли ещё что-то. В общем, кошечка прожила буквально сутки, наверное. И вот Леон приходит и рассказывает, что эта кошечка лежит мёртвая под машиной. Ребята, он так рыдал. Я прям... И мне было так больно на душе. Я думаю, блин, ну что я за человек такой, если не смогла спасти, блин, бедную несчастную кошку. Но можно же было её взять, выкормить, пока мы там хотя бы были, да, и отдать в какие-то хорошие руки. Я так об этом, ребята, сожалела, вот честно. Думаю, ну что, ну как, блин, я же взрослый человек. Неужели я ничего не могла сделать для бедного, несчастного килограмма, блин, этой кошечки беленькой. И она так запала ко мне в душу, знаете, я каждый раз вспоминала и каждый раз вот до слёз. И Леон так же, потому что у нас была Алиска на то же время. И он знал, как мы, ну, как бы аккуратно относимся к животным, да, как ухаживаем, как играем. Ну, всё для неё покупаем, всё для неё делаем, она для нас член семьи. И для детей здесь, да, домашние животные – это реально члены наших семей. И к ним относятся соответственно. Ему было непонятно, как вот бедное животное там на улице, без дома, без воды, без еды, да. Ну, мальчишки в Казахстане, но они по-другому воспитаны, никаких претензий. Вот они, получается, её замучили. Там кто-то, Леон, говорит, её даже пинал, издевались над ней. Ну, это уже потом он мне рассказал. Короче, ребята, я приехала домой расстроена. Думаю, вот ну как. Так, и настолько запала эта история ко мне в душу, что она отобразилась, ребята, на холсте. Вот вы видите, это та самая беленькая кошечка. И у меня в душе где-то было «Хорошо, я подарю тебе рай, но ты будешь там счастливой». То есть эта картина – это так и называется «Кошка в раю». Поэтому вот главный персонаж – это беленькая маленькая кошечка, уже в более взрослом возрасте, да, видите, с бусами. Здесь у неё, значит, для игры есть мышата. Да, картина выполнена в технике Mixed Media, поэтому не удивляйтесь. Некоторые вещи, как вот этот кот, он не нарисованный, он просто разукрашенный. То есть здесь вот часть этой картины – это вырезка, да, то есть эта фотография, она просто вырезана и интегрирована в картину так, что вы даже не видите, что она как бы не нарисована, да. Вот, это и есть смысл этой техники. Рыбы. Кошки очень любят рыбы. Птицы. Наша Алиса просто обожает сидеть на балконе и наблюдать за птицами. Вот вам скворечники здесь. Ну, цветочки я не знаю, но зелёную травку кошки точно любят. Видите, она даже немножко такая ребристая, да. Вот. Что у нас ещё здесь есть? Ну, клубочки. Ну, какие кошечки не любят клубочки? Ну, и друга ей, конечно, друга ей обязательно нужно было, который уже устал с ней играть и прилёг на веточку отдохнуть. Вот. Конечно же, тоже с верёвочкой. Все коты обожают верёвочки. Вот у меня кот. Сейчас я вам покажу. Вон его красная верёвочка. Как только верёвочку в руки берёшь, он начинает сходить с ума. Всё. У него такой вид придурковатый. Он начинает бегать за этой верёвочкой. Так что клубочек обязательно, да. Вот. Здесь тоже ребристая поверхность. Видите? Это специальная паста была нанесена для того, чтобы картина оказалась более такой реалистичной. Вот. На самом деле цвет не такой яркий, да. Камера немножечко делает картину ярче, но она яркая. Достаточно яркая. Вот, ребятки, рассказала. Картина размером 70 на 50. Ну и продаётся она, скорее всего, без рамки, потому что рамки уже много лет. Это икеевская. И там, конечно, не такое хорошее качество. Вот. Картина моя любимая. Она висела у меня дома. В моей личной коллекции я её не собиралась продавать никогда. Ну, сейчас другие времена, то есть я уже от этой истории отошла немножко. Я взяла ещё одного только чёрного котика, да. И как бы моя душа успокоилась. Вот, ребятки, такая грустная история на самом деле. Отвечая мы за наших домашних животных, ни в коем нельзя случай вот так поступать, как я, необдуманно. Нужно было всё-таки взять её, откормить, отпоить и отдать в хорошие руки. Ну, вместо этого я подарила ей рай на картине. Как вам? Пишите. Нравится такая идея или нет? И да, если у вас возникнет интерес по какой-либо картине, я могу сделать такое же описание по каждой, да, чтобы вы могли детально рассмотреть и, возможно, захотели приобрести картину от Хрупкой. Мне их все, ребята, всё надо продать, потому что у меня катастрофически нет места. И я не могу начать ничего нового, потому что мне, в принципе, во-первых, сейчас негде, да. Негде, потому что где у меня была студия, теперь у меня там спальня, остался зал. Но если я почувствую, что картины пользуются спросом и как бы я их смогу продать, тогда я, наверное, смогу начать что-то новое делать, не в холостую, да, понимаете, когда вот они вот так просто лежат, я думаю, зачем, для кого, почему. Мне, конечно, это приносит удовольствие, но мне нужен для этого тогда склад. Склад для собственного удовольствия. Я буду очень рада, если вы мне напишите. Написать вы мне можете в личку, в Инстаграме, в Одноклассниках, либо на почту. Буду ждать. Ну что, на этом, я думаю, мы, кстати, с вами будем прощаться, чтобы я не опоздала на работу. Мне уже пора собираться. Про рассаду я очень расстроилась. Завтра я, наверное, встану. Она не встану, я сегодня приду только в час ночи. Полперого, наверное. С утречка займусь рассадой. Это кошмар, это так неожиданно для меня. Лена так переживала, что у меня будет много рассады. Как бы ни оказалось так, что у меня будет три помидора. Вот завтра буду этим заниматься. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Была рада с вами видеться. Напишите комментарий, что вы думаете. Чтобы была обратная связь какая-то. Подписывайтесь, лайк, усик ставьте. Всех люблю, всех целую. Ваша хрупкая пока-пока. Всем отличного настроения. Субтитры сделал DimaTorzok